Если мы говорим о правильном взаимодействии между людьми, каким образом мы должны вместе, можем вместе прийти к состоянию правды? Ведь просто невозможно. У каждого она своя, каждому видится по-своему и так далее. Ведь каждый должен отдавать, каждый должен получать, каждый должен правильно взаимодействовать с обществом во всех возможных свойствах связи. А как это все соединить между собой? Мы связаны между собой, каждый из нас, связаны между собой 620 ниточками связи. Понимаете? Как же мы можем это сделать? Так, чтобы эти все ниточки связи между нами были правильно как-то оцентрированы, что ли, взвешены, работали так. Как мы можем это сделать? Вот здесь вот и возникает этот вопрос, что есть тут изъян в самом призыве к взаимному дополнению, к отдаче, к любви, к получению, такой, что мы не можем это выполнить. То есть Барю Салам тут пишет, теоретически мы понимаем, а практически мы выполнить практически не можем. А вот, кстати, Лизат из Караганды как раз поэтому и спрашивает, в эгоистическом мире милосердие, правда, справедливость и мир видят каждый по-своему, а в духовном тоже есть разновидности этих категорий? Или есть одно понимание для общей души или исходя из каких-то... В духовном есть разное понимание, но они зависят от ступени, на которой находится человек. То есть на каждой ступени, на которой я сам нахожусь, находился до этого или буду находиться, для меня эти соотношения меняются. Потому что я все время все более и более внутренне, глубже вижу свое отношение к остальным и их отношение ко мне и пытаюсь это уравновесить.